Учебный год в самом разгаре. В школе номер 69 губернатор Рязанской области провел открытый урок. Уникальная операция. В Рязанской областной клинической больнице московские коллеги провели мастер-класс. Учебный год в самом разгаре. В учебных заведениях страны ежедневно обучающиеся слушают важные лекции по разнообразным предметам. Однако для школьников 14 марта стало необычным днем. Их преподавателями стали члены правительства области. В 69-й школе открытый урок провел глава региона Николай Любимов. В последний раз подобное волнение я испытывал в 91-м году, когда проводил урок у десятиклассников. С этих слов начал Николай Любимов. Тема его доклада – 240 лет со дня образования Рязанской губернии. Урок прошел нескучно. Николай Любимов общался с аудиторией. Он предлагал школьникам вспомнить известных уроженцев города и области – писателей, путешественников, ученых и военных. И если поначалу ребята немного стеснялись, то вскоре они активно участвовали в интерактивных беседах. На слайдах они узнали физиолога Павлова, художника Пожаластина, путешественника Головнина и многих других известных деятелей Рязани. Вместе с учениками губернатор вспомнил все важные события из истории города и области. Коснулись и темы Великой Отечественной войны. Очень много сделано было рязанцами во время войны. Вы тоже знаете, что Рязанская земля дала стране больше всего героев Советского Союза и героев России. Более 300 человек стали героями Советского Союза во время Великой Отечественной войны. И 70 тысяч человек было награждено орденами и медалями. Николай Любимов сказал, что невозможно ни на одном слайде поместить фотографии и имена всех героев. А выбрать наиболее значимых оказалось непростой задачей. В завершении открытого урока губернатор сказал о современном состоянии дел в области. По его словам, регион уверенно шагает в будущее. Мир меняется очень быстро и нам нужно меняться вместе с ним даже быстрее, чем он. Для этого, собственно говоря, мы сейчас и работаем, для этого служим своей родине. И поэтому я хотел бы, чтобы и вы тоже внесли свой вклад в это служение своим добросовестным, прежде всего, трудом. Своим умением, своим профессиональным навыкам благодаря. То есть самое главное для этого, конечно, это учиться, это быть активными, это быть креативными, быть нетривиальными. Не только зубрить уроки, но и думать над тем материалом, который у вас в учебниках и который вам дают ваши преподаватели. Одной из таких активных учениц стала Анна Шитова. Она ученица 10-го А-класса. Девушка постоянно участвует во всех мероприятиях и является активистом всероссийского движения школьников. На открытом уроке награду нашла своего героя. Николай Любимов вручил ученице памятный знак губернатора 240 лет Рязанской губернии. Анна рассказала, что считает важной составляющей поддержку активистов рязанским правительством. Девушка также отметила, что хоть ей и не особо нравится история, Николаю Любимову удалось заинтересовать ее и всех присутствующих. Он очень хороший оратор, потому что ребята его слушали не только из-за его статуса в регионе, но из-за того, что он умеет привлечь внимание, он относится к истории с юмором. И через какие-то свои очень современные шутки он рассказал нам доступно об истории Рязанской губернии и Рязанской области. Также Николай Любимов поздравил учителя начальных классов Любовь Алешину с присвоением звания «Почетный работник образования Рязанской области». А школе передал сертификат на получение книг. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. Определить то, насколько развито лечебное учреждение, можно по степени профессиональности его хирургов. Эти слова принадлежат одному из великих врачей. В настоящее время в Рязанской областной клинической больнице все чаще проводятся мастер-классы с участием приглашенных коллег из других регионов и даже стран. 14 марта здесь состоялась уникальная операция по удалению доброкачественной опухоли. В последнее время инвазивная хирургия шагнула далеко вперед. Врачи выполняют операции при помощи эндоскопа – небольшого прибора с камерой, где изображение выводится на монитор. Обычно они проводятся без разреза, через естественные отверстия в теле. В данном случае у пациента опухоль гипофиза. Это операция у пациента с так называемой опухоль гипофиза, аденомой гипофиза. Опухоль достаточно большая, имеет супраселлярное распространение, то есть вверх сдавливает зрительные нервы и вызывает зрительные нарушения у этого пациента. Пациенту 53 года. Несколько лет назад он обратился к окулисту. У него ухудшалось зрение. На одном из приемов врач заметил неладное. У мужчины обнаружили доброкачественную опухоль. Профессионалы своего дела заявили, что операция сложной не считается. Однако для простого обывателя все совсем наоборот. Хирурги сравнили операцию при помощи эндоскопа с ездой на автомобиле задним ходом, где ориентироваться приходится только по зеркалам. Под контролем эндоскопа заходим через носовую полость к основанию черепа, делаем небольшую трепанацию, выходим на непосредственно опухоль и производится ее удаление. Длится операция несколько часов. Реабилитационный период у больного исчисляется не днями, а месяцами. Гипофизу требуется время на восстановление. Однако положительная тенденция будет заметна уже в первые дни. В областной клинической больнице подобная операция еще не проводилась. Врачи рассказали, что еще несколько лет назад такое хирургическое вмешательство проходило совсем иначе. Данную операцию в этом случае пришлось бы делать через большой разрез на волосистой части головы, выполнять костно-пластическую трепанацию, делать дефект в черепе, делать тракцию мозга, которая также может привести к определенной травматизации. На пути при доступе к объемному образованию пришлось бы обходить нервные структуры и основные сосудистые образования головного мозга. Данная операция проходит в рамках мастер-класса московских хирургов. Как заявили врачи, ее успех больше 90%. В Сасове женщина умерла после обращения к стоматологу. Трагедия произошла в начале марта. Друзья погибшей рассказали подробности трагедии. 36-летняя женщина обратилась в центральную больницу для удаления зуба. Врач-стоматолог провел осмотр и что-то, по словам близких, наковырял, а после отправил в платную клинику. После приема женщине стало плохо. Больше суток продолжались головные боли, температура и рвота. Терапевт поставил диагноз грипп. Скорая помощь только делала необходимые уколы. Госпитализировать женщину не стали. Через некоторое время, после отъезда бригады врачей, она умерла. По словам знакомых, женщина не болела, была здоровая и жизнерадостная. У нее осталась маленькая дочка. Смертью жительницы города Сасова заинтересовался Следственный комитет Рязани. Точная причина смерти женщины будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Также в ходе доследственной проверки следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего. Им будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение. Сейчас говорят, что нет врага злее родственника. К Касимовским межрайонным следственным отделам закончено расследование уголовного дела по факту подобного убийства. Ссоры и разногласия отцов и детей – не редкость сегодня. Когда конфликт подогрет алкоголем, дело может закончиться трагедией. Именно так и случилось в Сынтуле. Во время пьяного конфликта сын ударил ножом своего 63-летнего отца прямо в грудь. Удар оказался смертельным для пожилого мужчины. После совершения данных деяний он сам, обвиняемый, вышел на улицу, пошел к своим соседям и сказал, что его отцу в настоящее время плохо. После чего соседи проследовали в дом и обнаружили уже тело без признаков жизни в помещении кухни. В ходе следствия 40-летний подозреваемый свою вину не отрицал. Сейчас дело находится в суде для рассмотрения. Мужчине грозит от 6 лет лишения свободы. На этом месте 29 мая 1767 года ничего не произошло. Голосит надпись на мемориальной табличке на улице Почтовой. И хоть необычный для Рязани арт-объект установили совсем недавно, в ближайшее время его должны убрать с фасада здания. Согласно предписанию администрации города Рязани, табличка является нарушением и ее должны демонтировать до 27 марта. Уберут ее из-за жалобы рязанца. Кому чем она мешала, неизвестно. Арт-объект появился в Рязани в начале 2018 года. Текст на ней отсылает к событиям практически 300-летней давности. Никаких упоминаний об этой дате в истории города так найти и не удалось. На просторах интернета уже появилась петиция против демонтажа. В тексте говорится, что из таких мелочей и складывается положительное впечатление о городе. Автор упоминает о переулке счастья и о том, что до сих пор на него никто не жаловался. Текст петиции гласит, вы скажете, что демонтаж таблички – это мелочь. Зачем это надо? Отвечу, из мелочей состоит вся наша жизнь и наш город. Внимание к мелочам – это то, чего нам не хватает на протяжении многих лет. Так давайте, чтобы потом не жаловаться, что в Рязани нет ничего интересного, сначала отстоим эту самую мелочь. Выиграть ценный приз, например, модный смартфон, смогут рязанцы, посетив выборы 18 марта. Конкурс под названием «Фото-баттл» организовал Рязанский союз молодежи. Об условиях участия расскажет Алена Куколева. 18 марта на всех избирательных участках города будут дежурить волонтеры со специальной фоторамкой. Рязанцы смогут сфотографироваться с ней и опубликовать снимок в социальных сетях. При этом важно, чтобы профиль участника был открытым. Проголосовать за понравившиеся фотографии можно на сайте fotobattle.rf. Победителем станет получившее наибольшее количество голосов. В конкурсе разыгрывается более 20 призов, среди которых смартфоны, планшеты, гидроскутеры, игровые приставки, экшн-камеры, умные часы и велосипеды. Нужно будет сделать фотографию, выложить в социальные сети, поставить хэштег «fotobattle». Автоматически эти фотографии будут загружены на сайт. Ничего делать не нужно. И потом нужно попросить всех своих друзей, родственников проголосовать за вашу фотографию. И тогда вы можете стать обладателем айфона и еще 20 призов нашего конкурса. Организаторы отмечают, что конкурс проведут с целью привлечения внимания молодежи региона к выборам. Акция не является всероссийской и работает в отдельных регионах, в числе которых есть и Рязань. Год назад нечто подобное проходило в ряде регионов на думских выборах. Мне понравилась эта идея, как с помощью этого привлечь молодежь. Мы связались с представителями тех организаций, узнали всю механику проведения конкурса. И с руководством Рязанского отделения Российского союза молодежи решили провести на этих выборах нечто подобное. Очень важно сейчас молодежи донести то, что голосовать на выборах нужно, принимать участие в судьбе своей страны нужно. Срок проведения конкурса с 18 марта до 1 апреля текущего года. Результаты голосования подведут в областной библиотеке имени Горького. С 14 по 18 марта 2018 года Рязань принимает известную в 17 городах нашей страны выставку-продажу «Всероссийская ярмарка». Здесь можно найти оригинальные продукты и товары из разных уголков России. И не только. География проекта – Казань, Самара, Уфа, Оренбург, Чебоксары, Ульяновск, Йошкар-Ола и теперь Рязань. Выставка-продажа – проект выставочного центра «Удмуртия», который начал свою работу еще в 2008 году. Его считают одним из лучших проектов России в своей отрасли. Щедрая всероссийская ярмарка в Рязани проходит впервые. Здесь свои товары представляют 60 предприятий из разных регионов нашей страны. Ряд из них – производители. Купила я маточное молочко. Считала, что очень полезное для здоровья. И поэтому, как только увидела, сразу купила безоговорочно. И приправу. Приправу очень тяжело купить, мне кажется, хорошую в каких-то упаковках. Поэтому я ее купила на развес. Я доверяю своему чучью и выглядит аппетитно. У прилавков с дальневосточной рыбой икрой из Камчатки и Сахалина – ажиотаж. Морские речные деликатесы здесь на любой вкус. Очень понравился рыбный ряд. Очень понравился ряд специй и чая. Очень хорошая рыба. Прямо и икра. И все очень дают пробовать. Все очень вкусно. Наша рыба чем хороша? Тем, что это натуральный продукт. Вот он коптится на ольхе. Ну а икра красная. Естественно, все знают, что она очень полезна. Мы даем все пробовать. Мы будем очень рады видеть всех. Среди молочных продуктов российских и абхазских производителей можно выделить домашние белые сыры из сычужных ферментов животного происхождения. Сыры с пожитником, зернами горной травы и семейства укропных. Такие продукты считаются очень полезными. Есть здесь и ассортимент сыров из козьего и овечьего молока. А также низкокалорийные товары для спортсменов, кормящих мам. Впечатления о выставке самые положительные. Выбор большой. Все очень понравилось. Было бы хорошо, если бы это было на регулярной основе. Отдельное место на ярмарке занимает рижский трикотаж. Это оригинальные вязаные вещи ручной работы с безупречным стилем и европейским качеством. Одевая рижский трикотаж, женщина всегда чувствует себя уверенно. Будь она на работе в строгом костюме деловом, в платье нарядном, в театре, она всегда остается желанной. На сладкой на всероссийской ярмарке леденцы, щербеты, халва, конфитюры, варенье, мед и даже мармелад ручной работы. Продукция уникальна тем, что она, конечно, прежде всего натуральная. Традиции идут именно русских сладостей. Бармелад делается на пиксине, добавляется натуральная ягода, используются орешки, фрукты здесь используются. И, конечно, еще и фантазии мастера. Всероссийская ярмарка подготовила приятный сюрприз для покупателей. Розыгрыш бытовой техники и других призов. В Рязани ярмарка пробудет до 18 марта включительно. По адресу Солочинское шоссе 11, павильон у торгового центра «Круиз». Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 4,7% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно с Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Грех, слякоть, выхлопы. Шум, шум, шум! Плотный трафик, строительная техника, высоковольтные линии. Жить в городе? Зачем? Зачем жить в муравейнике, если в 10 минутах от города расположился жилой комплекс «Полянка»? Жилой комплекс «Полянка» ближе к природе, вдали от суеты. «Полянка» ближе к природе. Отрея ининзрая, о Субтитры создавал DimaTorzok